В предпоследнюю субботу лета около двух часов пополудни на фоне вполне свободных автодорог в центре города, на его центра окраине все же образовалась пробка, но состояла она исключительно из тех, для кого колея благо и единственная траектория движения. Трамвай, соединяющий улицу 40-летия Комсомола с улицей 22-го съезда партии, преодолевая 18 километров за 28 рублей 38 минут, проходя трехлетнюю дистанцию между октябрем 58 и октябрем 61 по 23 маршруту ЖБИ Уралмаш, только-только отчалил от остановки Уральский федеральный университет и двинулся в сторону Первомайской, как вдруг Анной Карениной бросился под него коммерческий маленький грузовичок Пежо. Ох ты, что ты делаешь? Судя по тому вороху бумажек, что просматривается за лобовым стеклом авто, его рулевой, скорее всего водитель-экспедитор, был буквально завален работой, например, с заказами на доставку, и его внимание всем этим поглощено было настолько, что на зрительное восприятие такой мелочи, как трамвай, маскировочные красно-желтые окраски, оставалось совсем чутка. Возможно, ему срочно понадобилось или развернуться, или попасть в дворовый заезд на противоположной стороне Гагарина у 14 дома. Ну и в запарке он забыл, что трамвайные рельсы – это верная примета возможности неожиданного появления того, что по ним ездит. В трамвае в момент заезда в Пежо было всего 10 человек, никто из них не пострадал. Судя по вдавленной двери, автопилот мог получить травмы, и действительно, врачи скорой увели его к себе. Однако после довольно затяжного уединения в их, как говорят, карете, очевидно, получив первую помощь от госпитализации, он отказался и вскоре вернулся к своему разбитому корыту. Продолжение следует...